Добрый день, Татьяна! Добрый день, коллеги! Сегодня выпала мне честь закрывать вебинарный учебный год. Я думаю, я достойно его закрою, потому что есть нам, что вам показать. Есть о чем рассказать. Это вебинар о новинках, книжных новинках издательства Директ Медиа. Мы подготовили в июне ряд направлений, специальностей, по которым вышли новые книги. Еще в июне было значимое для нас событие. Была ярмарка «Красная площадь». Всегда вот этот живой формат, он важен. Мы начали его ценить, наверное, после пандемии, когда живые встречи с читателями, что они смотрят, что они выбирают. Это вообще на самом деле здорово. И порадовало то, что новинки, о которых я рассказывала, они действительно людей интересуют. С большим энтузиазмом мы продавали, показывали переводные наши проекты. Это и «Почему любовь уходит?» Ева и Лус. Я анонсировала ранее выход этой книги. Мы повезли ее на ярмарку, и она имела успех. Так же, как и «Общество сингулярностей» Андреаса Реквитса. Масса людей интересовались мемуарами. Ну, это традиционная тема. Было очень много интереснейших мероприятий. Как всегда, организовано все на очень высоком уровне. Мы получили огромное удовольствие. Замечательная погода, а не как немцы под Москвой. В холода было несколько лет назад. Была ужасная погода, а сейчас нам повезло со всех ракурсов. Поэтому мы с некой долей усталости, но с большим энтузиазмом начали этот июнь. И сейчас мы его заканчиваем. И, видя свою работу, то, что мы выпустили, мы понимаем, что и этот месяц не зря был прожит нашим издательством. И нам есть что рассказать. Сегодня я вам представляю книги по таким направлениям, как экономика, управление персоналом, журналистика. Обратите внимание, интереснейшие книги, педагогика, литературоведение, культурология, иностранные языки. В прошлом месяце мы сделали небольшой полкниг по иностранным языкам, но компенсировали все это в июне. И вышли такие очень достойные книги. Это машиностроение, история и еще несколько направлений, которых нет в списке, но о которых я обязательно сейчас расскажу. И начать я хотела бы с новинки. Это проект нашей редакции переводов. «Китай – пузырь, который никогда не лопнет». Первый перевод на русский язык книги, ну, пожалуй, главного экономиста-аналитика компании Bloomberg Economics Томаса Орлика. Работа эта отличается, пожалуй, редким сочетанием пристального анализа, мельчайших деталей сложного вопроса об удивительных метаморфозах китайской экономики и сопутствующих доходчивых разъяснений. Читателей ждет головокружительная поездка по крутым виражам потенциального китайского финансового кризиса. Используя свои глубокие познания и остроумие, автор рассказывает об усилиях, лежащих в основе невероятного экономического роста Китая. Это делает книгу интересным и увлекательным чтением для всех интересующихся этой тематикой. Действительно, язык этой книги совершенно потрясающий. Это именно тот взгляд на экономику, который доступен очень большим слоям населения. Этому рекомендую к прочтению эту книгу. Книга вышла тиражом, мы ее долго ждали, тщательно работали над переводом, и вот в июне она выходит. Обратите на нее внимание, пожалуйста. Пожалуй, следующий перевод у нас будет только в начале учебного года, поэтому наслаждайтесь сейчас тем, что мы выпустили. Из области экономики мы также выпустили книгу «Краткая история управленческой мысли» в вопросах и ответах «Учебное пособие». Отметим, что это учебное пособие не совсем обычное. Авторы не только адаптировали все самое сложное и значимое по этой теме, объясняя кратко и доступно, но и реализовали результат своих трудов в формат классического учебного пособия. «Учиться лучшему у лучших». Такая методологическая установка издания, призванная заменить тривиальные фразы о необходимости учиться на чужих и своих ошибках, она идет красной нитью по всему изданию. Предназначено это учебное пособие для студентов-бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки экономика и менеджмент. Также из области экономики вышло учебное пособие «Одноименная экономика» для студентов технических специальностей. Оно поможет в комплексном изучении экономической системы, базовом изучении проблем эффективного использования обществом ограниченных производственных ресурсов и путей достижения максимальных конечных результатов в удовлетворении возрастающих человеческих потребностей. Но, как я уже говорила, адресована она именно техническим специальностям, студентам технических специальностей. Следующая книга, вышедшая в июне в нашем издательстве, это «Основы кадровой политики и кадрового планирования. Учебно-методическое пособие». Давно у нас не было книг из области управления персоналом, поэтому мы приветствуем и рады, что в нашем контенте прибыло. Это учебное пособие предназначено для изучения теоретического материала и получения практических навыков по дисциплинам бакалаврских и магистерских программ по направлению подготовки менеджмент, государственное и муниципальное управление, управление персоналом, связанных с изучением кадровой политики и кадрового планирования, как элементов стратегического и оперативного управления в организации. Читателям предоставляется возможность одновременного изучения стратегических и тактических подходов к управлению персоналом в организациях. Это учебное пособие поможет студентам, потенциальным менеджерам в сфере управления лучше освоить изучаемый материал и смежную дисциплину с целью формирования профессиональных компетенций, необходимых для применения в разных областях отечественной экономики. Следующая книга – журналистика. Обратите на нее внимание. Введение в специальность. Новые и вековые медиа. Все профессиональные курсы журналистики так или иначе обращаются к истории и генезису журналистского творчества, к осмыслению новых требований к меняющейся специальности, но в то же время остаются многие незыблемые требования и постулаты, на которых держится эта профессия. Вступить на стезю журналистики сегодня в век информационных технологий кажется гораздо проще, чем во времена господства традиционных вековых средств массовых информаций, СМИ. В эпоху новых медиа, по сути, каждый грамотный человек с гаджетом, пользователь интернета, выступает в строгом смысле журналистом. Журналистом такого начального уровня, начального этапа, публикуя заметки, сообщения, фоторепортажи, видеорепортажи. Вот на каком уровне он это делает – вот это большой вопрос. О стремлении постигнуть азы и тонкости профессии говорят растущие конкурсы на факультету журналистики. Там начинается профессиональное обучение. Первый предмет так и называется – журналистика введения в специальность. Способие это подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки журналистика и изучающих дисциплину журналистика введения в специальность. А также затрагивает главные аспекты курсов – основы творческой деятельности журналиста и литературное мастерство журналиста. Автор этого пособия – наш постоянный автор – Александр Александрович Бобров. Он писатель, преподаватель, профессор кафедры журналистики Московского университета, МОЗГУ. Авторы пособия, которые выходили в нашем издательстве раньше – «Путь к профессионализму», «Азы и тонкости журналистики». Совсем недавно вышла еще одна его книга. О ней мы уже говорили. «Мастерство сценариста и телепублициста». В общем, масса опыта, которым он делится. В этом учебном пособии включены и занимательные лекции по первому профессиональному курсу, которые будут интересны и студентам, и широкому кругу читателю, пользователям интернета, пробующих свои силы в журналистике. Все-таки писать, тем более журналистам, нужно правильно. Следующая книга тоже из области связи с общественностью, но уже немного в рекламу. «Выпускная квалификационная работа магистра». Это учебное пособие. Оно поможет магистрантам, обучающимся по направлению подготовки реклама и связи с общественностью. Поможет подготовить качественную выпускную квалификационную работу. Студенты ознакомятся с общими положениями, требованиями к оформлению, структуре, объему, содержанию работы. Узнают о том, каким должны быть качественные характеристики выпускной квалификационной работы магистра. Следующая область, которую мы затронули, затронули чуть-чуть, правила оформления конструкторских чертежей в машиностроении. Учебное пособие. Цель этого учебного пособия – ознакомить студентов с общими правилами оформления, чертежей, деталей и сборочных единиц в курсовых проектах и квалификационных работах. Адресованы студентам учреждений высшего и среднего профессионального образования. Вообще, как вы заметили, мы с удовольствием выпускаем учебные пособия, которые способны научить делать правильно. Правильно оформлять, правильно работать, завершать курс какой-либо дисциплины. Мы с удовольствием выпускаем книги, которые показывают, как делать правильную работу. Допустим, в предыдущей книге мы обращались к магистрам, сейчас у нас СПО и тоже высшее образование, и мы всегда работаем над тем, как правильно сделать выпускную квалификационную работу. Более того, наше издательство не первый год проводит конкурс ВКР, то есть мы точно знаем, как это должно быть. Мы работаем с авторами, которые выпускают книги о том, как это должно быть. Вот очередное учебное пособие перед вами. По материаловедению вышел лабораторный практикум. Профиль подготовки технологии и оборудования для пайки. Это цикл лабораторных работ, который включает в себя как общие методические вопросы металлографии, так и изучение свойств различных сплавов. Значительное внимание уделяется вопросам термической обработки. Это лабораторный практикум, предназначен для будущих специалистов в области машиностроения, направлении подготовки машиностроения, материаловедения и технологии материалов, а также специальности технологии машиностроения и сварочное производство. Вот такой практикум. Редко, но мы все-таки обращаем внимание на практические книги, поэтому представляю вам как новинку очередного практикума. логистикам. В этой области вышла монография, тенденции и перспективы развития рынка экспресс-доставок в России. Экспресс-доставка в данный момент пользуется большим спросом во всем мире, включая нашу страну. Рынок экспресс-доставок в России является уникальным по своим характеристикам. Это обуславливает особую актуальность этой монографии, в которой в эволюционном контексте определено возрастающее значение услуг экспресс-доставки. Выявлены основные проблемы, даны рекомендации для развития и совершенствования услуг экспресс-доставок. Полезно эта книга будет для работников и специалистов, связанных с организационно-управленческими и производственно-технологическими процессами по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов. Вообще, обратите внимание, по направлению логистики у нас довольно большой пулкник. Мы с 2014 года работали над этим направлением, и оно было настолько сформировано нами, что довольно большая редкость новые книги по логистике. Но ситуации меняются, меняются проблемы, условия, поэтому выпуск сейчас книги по измененным логистическим рекомендациям, они, в принципе, обусловлены, поэтому обратите на нее внимание. В прошлом месяце я тоже включила в список новинок книгу по логистике, и я думаю, что в текущей ситуации мы будем работать над этим направлением плотнее, потому что настолько изменяются условия, что выпуск этих книг будет довольно актуальным. Следующая книга, вышедшая в июне, «По туризму и гостиничному делу. Маркетинг туризма». Это учебник. В подготовке высококвалифицированных специалистов по направлению туризма и сферы услуг как раз и будет полезен этот учебник. В нем представлена полная информация о концепции маркетинга в туризме, значении, цели и задачах маркетинга, требованиях к маркетологам и СММ-специалистам. Тезисы авторов учебника помогут в развитии навыков подготовки рекламного текста, разработке рекламного ролика, расскажут о технике использования цифрового маркетинга и разработке стратегий. Курс поможет в повышении качества подготавливаемых специалистов для сферы туризма, которые смогут компетентно решать задачи, поставленные правительством страны перед туристской отраслью. Также из этой же области вышло учебное пособие технологии продаж в туризме и гостеприимстве. Целью этого учебного пособия является знакомство студентов с особенностями организации продаж туристского продукта, освоение студентами знаний о современных методах привлечения и удержания клиентов в туристском бизнесе, подготовка обучающихся к практической деятельности в сфере организации производства и реализации туристского продукта. Способие предназначено для студентов направлений туризм, гостиничное дело, бакалавриаты, а также для практических работников туристской индустрии и гостиничного бизнеса. С туризмом, пожалуй, все. Достойный пул книг вышел в области природоохранного обустройства территории. Дало общее направление всем книгам, которые вы сейчас увидите, однако они различаются. Есть и из области охраны природы, есть из области, наверное, строительства, есть напрямую природоохранное обустройство территории. Мы с вами уже говорили о том, что довольно примерно мы отображаем направление, и для того, чтобы понять, действительно ли подходит та или иная книга вашему учебному заведению, вам лично необходимо все-таки хотя бы посмотреть, что внутри. Я вам расскажу кратко о каждой из них. Итак, учебное пособие «Комплексное использование и охрана водных ресурсов». Это пособие рассматривает актуальную проблему комплексного использования охранно-водных ресурсов. Автор с теоретической и практической точки зрения предлагает пути решения этой сложной задачи. Издание адресовано студентам среднего профессионального образования, обучающимся по специальности рациональное использование природоохранных комплексов, природоохранное обустройство территорий, а также специалистам, чья работа связана с использованием и охраной водных ресурсов. Вы видите традиционное для СПО оформление, но это не значит, что на этом все закончилось. Книга эта подходит не только для СПО, но и для всех, кто уже работает в этой сфере. Следующее учебное пособие – применение технологий геоинформационных систем в природообустройстве и водопользовании. Думаю, что те, кто постоянно приходит на вебинары, вот эта фамилия уже на слуху – Алексей Валерьевич Федорян, наш постоянный автор, пишущий по довольно узкой и сложной теме, очередное учебное пособие. Издание ставит своей целью ввести читателя в сферу геоинформационных технологий, развить теоретические знания в области геоинформатики и помочь освоить практические навыки работы с программными комплексами геоинформационных систем. Пособие предназначено для студентов СПО, вы опять же видите, да, специальное оформление наше дизайнерское, по специальностям рациональное использование природоохозяйственных комплексов и природоохранное обустройство территорий. Это направление у нас остается. Следующая книга – «Природоохранное обустройство территорий. Область. Технология и организация строительства и реконструкции миллиардных систем». Это учебное пособие. В нем рассмотрены вопросы, технологии, организации строительства основных сооружений и миллиардных систем. Адресовано на студента-бакалавриата по направлению природоохранного обустройства и водопользования. Профиль миллиардации, рекультивации и охраны земель. Может быть интересно для обучающихся среднего профессионального образования по специальности природоохранное обустройство территорий. Мы специально не выделили дизайнерские направления СПО, но тем не менее эта книга тоже подходит и для среднего профессионального образования. Обратите внимание, что вообще по, если я не ошибаюсь, по миллиардации, у нас это уже не первая книга. Довольно узкие, сложные темы мы поднимаем. И очень я рада тому, что в июне мы смогли в эту копилку положить еще одну книгу. Следующая книга из области медицины и физической культуры. Основа врачебного контроля. Учебное пособие. Это учебное пособие имеет познавательное и практическое значение. В нем доступны изложенные материалы по основам организации врачебного контроля за занимающимся физкультурой и спортом, методом обследования и врачебно-педагогическим наблюдением. Адресовано оно студентам СПО, обучающимся по специальности физическая культура. Однако пригодится и преподавателям дисциплин, связанных с этой темой, врачам, работающим в сфере спортивной медицины и всем заинтересованным данной проблематикой. Давно мы не выпускали книги по медицине, физической культуре. Хорошо, что появилось. Следующая книга – химия, органическая химия. Это учебник. Он кратко и доступно знакомит с основными классами органических соединений. Большое внимание уделено применению органических соединений в народном хозяйстве, особенно в медицине. Задачи и упражнения в конце каждого раздела способствуют закреплению знаний и могут быть использованы при самостоятельной работе. Мы уже говорили на отдельном вебинаре, что все наши учебники, учебные пособия, особенно те с особым вниманием относимся мы к тем, которые предлагаем среднему профессиональному образованию, все они выполнены в соответствии с нормами оформления, поэтому в конце каждого учебника, в конце каждой книги есть и задания, определенным образом построены главы, поэтому с удовольствием вам рекомендую, как действительно очень качественное издание. Подходит оно для учащихся среднего профессионального образования, обучающихся по направлениям формации, химическая технология и биотехнологии, ну и также может использоваться студентами вузов, разумеется. Из области социальной работы вышло учебное пособие технологии библиотерапии в социальной работе с семьей. Студентам направления подготовки социальная работа, а также преподавателям, специалистам социальной сферы будут очень полезны материалы этого пособия. Они помогут обеспечить не только процесс самостоятельного освоения библиотерапевтических знаний будущими специалистами социальной сферы, но и грамотно организовать библиотерапевтическое направление семейного чтения в социальной работе с семьей. В общем, такая уникальная книга по библиотерапии. Из области педагогики. Есть что показать. На мой взгляд, очень важный практикум по освоению учебной дисциплины «Культура толерантности». Этот практикум окажет методическую помощь студентам в освоении учебной дисциплины «Культура толерантности». Тема актуальная, потому что в мире наблюдаются усиления межэтнической агрессии, культурной нетерпимости, проявления религиозного и этнического экстремизма. Издание это может быть рекомендовано студентам педагогических колледжей и вузов, преподавателям и классным руководителям общеобразовательных школ, педагогам дополнительного образования. В общем, очень важная тема, которую мы не стесняемся поднимать, которую нужно поднимать. Пожалуйста, практикум по освоению дисциплины. Из области педагогики. Монография. Основа семейного воспитания на Северном Кавказе. Институциональной стратегии. Это следующая книга, вышедшая в июне из области педагогики. Актуальность проблемы, рассмотренная в настоящем исследовании, обусловлена возрастающим кризисом семьи, как социального института, развернувшимся в условиях глобальных социокультурных трансформаций. Студентам педагогических вузов, социальным педагогам и широкому кругу читателей мы надеемся, что будет полезно и интересно ознакомиться с данной монографией. Она посвящена проблеме семейного воспитания на Северном Кавказе, где, как мы знаем, до сих пор свято чтут семейные традиции. Следующая книга, тоже монография. Эстетические традиции медиапедагогики в работе современных киноклубов. Это издание заинтересует преподавателей высшей школы, бакалавров и магистрантов, аспирантов, а также всех желающих ознакомиться с проблемами истории педагогики, медиаобразования, основ медийно-информационной компетентности. В эту книгу вошли авторские программы для учащихся начальной школы, подросткового возраста и старшеклассников, которые включают эстетико-нравственный компонент в медиаобразовании. Приведены примеры занятий киноклуба со студентами вуза, разработаны рекомендации по организации эстетически ориентированного киноклуба. Также из области педагогики представляю вам продолжение учебных пособий, которые анонсировала в апреле и в мае. В апреле вышла первая часть нашего учебного пособия «Методическая копилка организаторов воспитательной работы начальных классов общеобразовательного учреждения». Соответственно, вторая часть – это второй класс. И вот в июне мы подготовили сразу две части издания, представляющих собой копилку конспектов для проведения тематических классных часов, состоящих из теоретических и практических материалов, формирующих и учащихся основы полезных для профессиональной деятельности навыков и умений. И что самое важное, эти навыки пригодятся большинству в реальной жизни. Рекомендации помогут обучающимся и молодым специалистам проводить классные часы в разных интерактивных форматах и генерировать их, что значительно упростит подготовку школьников и повысит их познавательный интерес. Третья и четвертая части посвящены работам педагогов в третьем и четвертом классах школы. Оба пособия адресуются выпускникам средних профессиональных образовательных учреждений и вузов по направлению подготовки образования и педагогической науки для всех форм обучения. И переходим к большому полукниг, ну, небольшому, но такому, значительному для одного месяца иностранные языки. Иностранные языки начнем с юристов. Иностранный язык для юристов. Учебное пособие так и называется. Студентам колледжей всех форм обучения по специальности права и организации социального обеспечения укропненной группы специальности юриспруденция адресовано это пособие, которое поможет во владении общекультурными и профессиональными компетенциями в таких видах речевой деятельности, как чтение, говорение, письмо и аудирование. В том числе и в рамках юридической тематики. Пособие также может быть использовано широким кругом лиц, желающих самостоятельно совершенствовать практическое владение иностранным языком в сфере юриспруденции. Вообще для юристов у нас много, и именно в иностранном языке. Даже вот если посмотреть по июню, следующая книга учебно-практическая. Пособие иностранный язык в профессиональной сфере. Юридический, английский. Это пособие представляет собой практический материал на английском языке для изучения и применения в монологической и идеологической речи терминов, объединенных темой юриспруденция. Пособие это предназначено для студентов СПО, изучающих английский язык. Об этом и говорит нам дизайн самого пособия. Следующее учебно-практическое пособие практический курс английского языка в сфере юриспруденции. Предназначено оно для студентов юридических факультетов высших учебных заведений, изучающих английский язык. Целью этого пособия является обучение студентов активному владению английским языком в сфере профессиональной деятельности. Секунду. 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 Продолжение следует... Ой, ой. Так, сейчас я попробую еще раз. Ну что, про иностранный язык. Если что, ребята, я буду пить. Итак. Помогут формирование базовых компетенций и навыков владения и распознавания лексических средств. Вот и перед вами... Следующая книга тоже иностранные языки. Очень такое интересное название. Read it, leisure, learn with pleasure. Переводят это как «читайте на досуге, учитесь с удовольствием». Название этого учебно-методического пособия говорит, собственно говоря, само за себя. «Читайте на досуге, учитесь с удовольствием». Пособие это разработано на основе многолетней практики автора в системе дополнительного образования. Главная цель этого пособия – усиление кластера досугового чтения, а также чтения для удовольствия. Мы на русском нехорошо читаем, да, с удовольствием, а на английском – вот, пожалуйста, даже книги специально выпускают. Посредством специально выстроенной системы заданий чтение текстов на английском языке становится понятным, интересным, а значит, и мотивирующим читателя к накоплению читательского опыта и совершенствованию своей читательской компетенции. Адресуется это пособие студентам и людям старших возрастных групп, стремящихся совершенствовать свой уровень в изучении английского языка. Следующая книга из области искусства, дизайна, стилей, формы образования интерьера «Жилища в советские и постсоветские периоды, как опыт эстетизации повседневности». Это довольно интересная монография. Общеизвестная истина, что жилье и его оформление – это важнейший ценностный элемент повседневной жизнедеятельности человека, нашла свое отражение, главное развитие в предлагаемой вам монографии. Авторы рассматривают жилье как зеркало культуры, культуры повседневности, применимо большей частью к советскому периоду. Исследования выполнены на основе систематизации анализа результатов ряда научных дисциплин, в частности искусствоведения, культурологии, дизайна, социологии и охватывает практически столетний период с начала 20-х годов XX века до 2018 года. Книга эта адресована сотрудникам, преподавателям и студентам вузов страны, которые интересуются проблематикой искусства, культуры, дизайна и сервиса. Такая очень-очень занятная монография, особенно для тех, кто перед сном рисовал пальцем на ковре, чтобы заснуть. По истории переходим. Совершенно потрясающие вещи у нас вышли в рамках направления «История». Учебно-методическое пособие для аспирантуры и магистратуры исторических и других гуманитарных факультетов «История. Участие Российской Федерации в локальных гибридных войнах» 1991-2008 года. «История. Лекции и материалы». Эту книгу мы долго ждали, много над ней работали. Если я не ошибаюсь, это уже четвертая книга нашего постоянного автора Дмитрия Чуракова. Это пособие призвано помочь аспирантам, учащимся магистратуры гуманитарных факультетов, преподавателям вузов и школ, а также всем интересующимся отечественной историей, разобраться в таких сложных процессах, как межнациональные отношения в нашей стране, узнать о составляющих ее государственной безопасности. Учебно-методическое пособие расскажет о приоритетах и действенных инструментах защиты позиций Российской Федерации в условиях глобализации и происходящих в мире перемен. Издание состоит из четырех тематических кейсов, интерактивного кейса и приложения. В общем, эта книга – это именно то, что нужно сейчас, потому что корни всего происходящего именно в прошлом. Также по истории вышла книга «География про цивилизацию». Книга эта входит в нашу серию. Я точно забыла, как она называется. Сейчас скажу. Что-то там о неизвестном. В общем, этнографическая серия «География про цивилизацию». В этой книге затронут интересный с многих точек зрения вопрос. Да, мне подсказывают. Кричат, можно сказать, редактора. Неочевидное, невероятное. Спасибо. Спасибо большое. В такой линейке серии я уже, честно говоря, подзабыла. Итак, серия неочевидная, невероятная. Книга «География про цивилизацию». В ней затронут интересный с многих точек зрения вопрос, была ли на Земле древняя цивилизация или это только вымыслы. Вместе с координатами находок древних сооружений и иных артефактов авторам собрано все то, что можно отнести к про цивилизации. Тем самым читателям представляется уникальная возможность в какой-то мере самим приоткрыть завесу тайны над этой мировой загадкой человечества. Эта книга, разумеется, адресована широкому кругу читателей, будет интересна и специалистам. В общем, такое достойное пополнение линейки книг. В серии, еще раз повторю, неочевидная, невероятная. Следующая книга из области литературы ведения – «Литература народов России». Тоже наши постоянные авторы, редко, но метко выдающие потрясающие книги «Литература народов России». Учебное пособие с тестами и заданиями. Давненько не было нового в этой области. Для студентов педагогических университетов будет полезно это пособие. В нем представлен обширный материал, отражающий предмет курса «Литературу народов России в общероссийском литературном процессе». Отличительной особенностью этого пособия является то, что оно содержит расширенный, по сравнению с другими аналогичными пособиями, объем вопросов и заданий для самостоятельного контроля, подробную библиографию к каждому разделу. Вот, пожалуй, особенности. И даже то, что действительно давно не выпускались актуальные книги по литературе народов России, делает эту книгу довольно значимой в этой области. Следующая на стыке философии и литературоведения новая книга Виктора Аксючица «Философия в образах» Федор Михайлович Достоевский. Центральная тема книги этого известного философа-публициста, автора ряда популярных трудов, нашего постоянного автора Виктора Аксючица, это воплощение в образах героев произведений Достоевского его собственных метафизических проблем. Автор показывает читателю, как его герои, являя индивидуальный характер, вместе с тем воплощают некие идеи в их предельном выражении. Особый интерес представляет глава, в которой размышляется о правительском даре великого писателя, разоблачавшего нашествие духов зла на Россию и пророчески предвидевшего русское духовное возрождение. Однозначно книга для широкой читательской аудитории и удивительный язык Виктора, он завораживает. Тема интереснейшая, книгу очень-очень вам рекомендую. Обратите на нее внимание. Следующая книга. Мы ее очень долго ждали, мы долго над ней работали, над ней долго работал наследник автора. И мы рады представить вам сборник статей о Лосеве. Итак, интересующимся философией и русской богословской наукой этот сборник будет очень интересен. Обращаю ваше внимание, автор и русский мыслитель, филолог Владимир Вениаминович Бибихин. У нас в издательстве ранее выходили его работы. И сейчас мы рады возобновить, выложить обновленные книги этого автора. Работы посвящены в частности творчеству философа-антиковеда Алексея Федоровича Лосева. Работы объединяют ключевые темы философско-богословской мысли Лосева. Символ и миф, диалектические и богословские категории. В общем, насколько я понимаю, будет целая линейка переизданная книг этого автора. Поэтому обратите внимание, рекомендую. Действительно, мы ее долго ждали. И очень рада, что книга наконец-то вышла. И последняя книга июня. Ремонт души. Воспоминания о местах и вещах. Я отнесла эту книгу к культурологии. Но это не совсем так. На самом деле, это книга воспоминаний большинства людей, чье детство, юность, сознательность попала на период Советского Союза. Эта книга заинтересует не только тех, кому предстоит сделать ремонт, или тех, кто его, скажем так, пережил. Ремонт, о котором идет речь, речь необычный, он культурологический. Читатель не найдет здесь, конечно же, рассказов о стройматериалах, 3D-моделях, визуализации, выкрасах, рабочих треугольниках и тому подобное. Речь пойдет о впечатлениях, эмоциях, воспоминаниях, фантазиях, уместности и соразмерности. Очень тонко, очень остроумно. Автор, кстати, это кандидат культурологии, доцент Ирина Глушенко, рассказывает о, казалось бы, обыденном и повседневном. Книга предназначена для широкого круга читателей. Очень рекомендую такое чтение на лето, на отпуск. Это действительно последняя книга нашего июня, и я очень надеюсь, что мы с вами встретимся в следующем цикле вебинаров, и там обязательно будет вписан вебинар нашего издательства, посвященный новинкам книги, книжным новинкам. Не забывайте, что мы работаем все лето, мы будем готовить все лето. Первый вебинар следующего цикла, скорее всего, мы вам расскажем о таких, о самых значимых, но книг будет действительно выходить очень много, поэтому следите, пожалуйста, за новинками нашего издательства на сайте directmedia.ru, в наших соцсетях. Сейчас активно ВКонтакте, мы там выкладываем все-все новинки, интересно про них пишем. И, конечно, не забывайте приходить на наши вебинары. Я вас всех очень жду, желаю вам прекрасного отдыха. И завершая этот вебинар, хочу вам пожелать, чтобы все было хорошо, чтобы работа летом была замечательной, приятной, а если это будет отпуск, кто сам Бог велел, чтобы он был просто потрясающим. Всем спасибо, рада была вас видеть на своем вебинаре, и до встречи в сентябре. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,